Всем добрый день! Мы находимся в спортинг-клубе Москва на стрелковой площадке торгового дома Дендра. И сегодня у нас на обзоре TenPoint. TenPoint американская фирма, одна из старейших. Модель называется Turbo M1. Понимаете, раньше, когда мы все привыкли стрелять из TenPoint, потому что было засилие этой фирмы, и практически TenPoint продавался на каждом углу, была линейка. Она делилась на топ-класс и на малый класс. Еще, конечно, был совсем малый класс Викириш, но речь сейчас не о нем. И вот эту линейку ровно посередине разделяла такая модель, как Titan Turbo. Это арбалет, у которого корпус целиком из полимера сделан был. И это позволило продавать арбалет по такой демократичной цене, но начинка вся у него была от взрослых арбалетов. Ну, блин, это находка была. Я помню, что Titan Turbo продавался очень большими тиражами. Turbo M1. Фактически это тот же Titan Turbo. Стилистика все одно и то же, но оснащен современной системой выпуска арбалетного болта, что позволяет в очень компактном варианте выпустить стрелу с впечатляющей скоростью. Кстати, с какого-то момента, ну, вы, наверное, помните, кто в теме был. Ну, а если кто не был новичок, я скажу. Раньше к TenPoint давалась такая вкладка пластиковая. Она надевалась, так шлеп, зашлепывалась. И защищала пальцы от работы тетивы. На последних моделях ставятся уже резиновые такие вкладочки. И на самом деле, мне кажется, выглядят они более логично, эргономично и по теме. Ну, и, кстати, с дизайнерской точки зрения тоже мне нравится больше. Натяжитель, кстати, очень интересной формы. Когда-то шли квадратные такие натяжители, но несколько лет назад Satin Point поменял вот эти квадратные натяжители на такие зализанные, полукруглые, маленькие, которые скрывают весь механизм по необходимости. Это дало как бы больше эргономику, меньше он мешает. Но, на мой взгляд, шаг налицо, и вот он на этом прикладе. Если раньше мы как бы брали два крюка, заводили за тетиву, то теперь эта часть выглядит уже совершенно по-другому. Тут целый механизм, который мы протягиваем и надеваем. То есть мы это делаем быстрее. И почему механизм? Потому что тетива будет идти практически параллельно стволу. И обычными крючками так уже не натянуть будет. Будет как бы риск перескока крючков через направляющую. А вот в таком варианте это вполне себе будет рабочая система. Также обратите внимание на плечевой упор, который регулируемый. И каждый стрелок может подогнать арбалет под себя, чтобы стрелять было наиболее удобно. Между прочим, с некоторых последних моделей пружина, которая прижимает арбалетный болт, она заменена на такую щеточку. Но я понимаю, производители, потому что нерадивые пользователи не всегда знают, как правильно зарядить арбалет и наматывали тетиву вместе с пружиной в замок. Скажем так, пружина, которая прижимает арбалетный болт, но у нас сервисной мастерской является наиболее частым обращением по ее замене. Прицел, который идет на этот арбалет фирменный, TenPoint Crossball Technology. Собственно говоря, у него 20, 30, 40, 50 и на 60 метров уже стоит треугольничек. Такой же прицел, как и делался всегда. Отличительная особенность только одна, что точки, они как бы чем дальше, тем они становятся меньше. Прицел отличный, очень светлый. Я, конечно, понимаю, что здесь оценить на снегу яркость прицела – это глупость, но поверьте, даже в сумерках вы, так и хочется сказать, кого-нибудь додобуете, но стрелять надо по ясно-видимой цели. Поэтому пользуйтесь ночниками, где это возможно. А прицел такой используйте на дневной, максимум на вечерней охоте. Вот, собственно говоря, и все. Арбалет не имеет ничего лишнего и, соответственно, он не стоит так дорого, как его конкуренты или как его более старшие модели. Про замок я говорить не буду ничего, потому что за всю историю TenPoint я не встречал проблем с замками от этих арбалетов. Теперь давайте взведем арбалет и сделаем первый выстрел. Вот, видите, на нем так называемая целочка, да простят меня девочки. Сейчас мы ее снимем. Я буду первым человеком, кто в России выстрелит из этого арбалета. Вкладываем болт. Кстати, видите, какой он стал худенький. Про болт я еще расскажу немножко позже. А сейчас делаем выстрел на 10 метров и проверим, правильно ли прицел. Установлено. А то вдруг с завода он стреляет прям точно в цель. Кстати, про предохранитель тоже скажу чуть попозже. Но, к сожалению, неправильно. Придется вводить поправки. Сделал 20 щелчков. Посмотрим, много это или мало. Мне понадобилось около 5 выстрелов, чтобы пристрелять арбалет. Пробив его на 20-30 метров, я понял, что в принципе все сходится. Поэтому я сейчас делаю сразу выстрел по последнему пину. Это дистанция 60 метров. То есть имитирую охоту, скажем так, рискованную охоту на большую дистанцию. Ну, пусть это будет лось, ну или кабан. Но мы же не будем стрелять по какой-то утке на такую большую дистанцию. Мне надо попасть примерно вот так. Я повесил мишень стандарта 50 метров на 60. И сейчас один выстрел. И, возможно, мясо будет у меня в холодильнике. Смотрим. Кстати, несмотря на то, что сейчас довольно тепло, температура вот плюс 2, плюс 3, но ветер сильный, и я сейчас буду стрелять солнцу. Прям в глаза мне бьет. Я попал. Пойдемте посмотрим, куда. Я, конечно, мог стрелять, сидя. Сидя за столом, там, выцелить. Это все понятно. Но, в принципе, и условия не очень подходящие с таким ветром. И солнце бьет прямо в глаза сегодня яркое. Так что мне стало даже лень. Мало того, я вот сейчас примерно представил, как бы я был на охоте. Ну, ведь на охоте, ну, посмотрите, как светит. Жесть какая. Ведь на охоте никто мне обещает шикарных, как бы, условий стрельбы. Вот, пожалуйста, снег яркий слепит. Ветер. Солнце. Ну, все, казалось бы, против. И стрелял, естественно, с рук. Ну, чтобы реально понять, как это будет. Единственное, чего нету, это адреналина. Конечно, когда адреналин стучит... Запись автоматически остановлена, карта заполнена. Блин. А скажут, скажут, что я кого-то обдурил и сам стрелу ватнул руками. Ну, все равно, давайте посмотрим. И если не верите, я еще раз стрельну. Ну, я считаю, что я в зверь-то попал. Ну, а теперь о впечатлениях. Пострелял. Блин, стреляет мягко. Кстати, взводится тоже ощущение такое, что в нем нет такой мощи. Но стрела заходит очень впечатляюще в мишень. Даже иногда и достать трудно. Приходится просить сотоварища. Так вот, во время стрельбы и знакомства с этим арбалетом появилось несколько моментов. Первое. Прошу обратить внимание на тетиву. Здесь двойная оплетка. Не знаю, зачем это сделано, но в принципе какой-то смысл это есть. Определенно есть. Если раньше вот эти магнитные ручки, они магнитились к прикладу и иногда дребезжали на охоте, иногда отваливались. Такие амортизирующие пленки, которые крепились справа-слева, они рассыхались, отлетали на морозе, там дубели, тоже терялись, было неправильно. Сейчас магнит прикручен прям вот к натяжителю. То есть, на мой взгляд, работа натяжителя вообще, как общая система, она вот здесь более закончена. И, конечно, мне нравится гораздо больше, чем предыдущая версия. Что касается предохранителя. Как видите, с этой стороны его нету, но предохранитель. Спокойно откручиваете болт с той стороны и переставляете рычажок предохранителя под левую руку, ну для левши. Довольно удобно, хотя я не понимаю, почему сразу не сделать и туда, и сюда. Как это практически на всех арбалетах сделано. Щеточка понравилась мне, хотя спорное решение относительно снега или дождя зимой, если там что-то замерзнет. С другой стороны, сломать его практически нереально. Тут то на то и выходит. И стрела. Вы знаете, обязательно обратите внимание, что на современных арбалетах болты оснащаются специальными хвостовиками. Которые противостоят вот этой дури, которой обладают все современные арбалеты. Потому что был такой момент, когда хвостовики просто либо вдавливало стрелу, либо тетива перескакивала и арбалет работал в полухолостом выстреле. Поэтому мои рекомендации, если вы покупаете современный арбалет, будь то Тенпоинт, Центрпоинт, Равин, или Мишин Кроссбом, или Хоризон Рампэш. Собственно говоря, все те фирмы, которые официально дистрибутируют торговый дом Дендра, обязательно пользуйтесь их фирменными стрелами. Именно от этих моделей. Ну или на любой другой арбалет из этой пятерки, которую я перечислил, ну, этими же стрелами. Потому что они идут уже с укрепленными хвостовиками. Вот такой арбалет Тенпоинт Турбо М1. Самый простой, но не менее эффективный. Довольно бюджетный по ценнику, коим и всегда был Титан Экстрим. Я думаю, что Турбо М1 прочно занял его место. И будет продаваться очень хорошо у нас на рынке. Будет востребован. Из еще такой мелочи могу сказать, что мне понравился раздвоитель. Он теперь жестко не фиксирует трос один спереди, другой сзади. И не имеет такой направляющей канавки, которая срезает трос со временем. И срезается сама, если трос в обмотке. Теперь перекрестие абсолютно посередине, что позволяет системе быть строго симметричной. И трения в слайдере практически нет. Тогда как в предыдущих слайдерах крест был либо слева, либо справа, кто как ставит, кто как настраивает. И, конечно, трение выводило тросы из состояния боеготовности до состояния заменяемости. Арбалет довольно точный. Он, я думаю, свои 5 см на 50 метров, что считаю нормальным для арбалетов такого типа, сделает. Дальше все зависит от ваших рук. Здесь нет привычных вилок. Тросы здесь довольно дешевые, доступно изготовить, потому что не делая вилки, трос можно поменять элементарно. Система клювая, очень похожа на Mission Sub 1. Единственное, что она вся на эксцентрике. А это, как известно, влияет на некие точности. Все в этом арбалете хорошо, кроме одного. К сожалению, арбалеты такой ценовой категории, такого бренда, ну и похожие, они у нас не залеживаются и продаются очень быстро. Если ролик вам понравился, ставьте лайк. Приходите к нам в Спортинг Клуб Москва, в Тир Торгового Дома Дендра, стреляйте из луков и арбалетов. Всего доброго, до новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...